Всем привет! Сегодня у нас будет видео косметическое. Поговорим о ламинировании бровей. Сейчас, в данный момент, мои брови находятся в таком состоянии. Пришло время их ламинировать, их подкрашивать, короче, в момент ухода. Но я задумалась, стоит ли это делать и как часто это делать. Я ни в коем случае не мастер по ламинированию бровей, ни бровист, никто. Я всегда ходила, ухаживала за своими бровями в салоны и уменитых я, мастеров была. Была я в России в салоне Натали Шип, мне делали брови, укладки. У меня много-много-много-много я этим занималась, ухаживала. И за несколько лет я отрастила конкретную такую шевелюру на бровях. У меня текстура бровей моих, да. Они очень лохматые, очень светлые. Их не красить невозможно, их как будто бы нет, если не красить. Волосы кудрявятся, трудноуправляемые, но такой средней жесткости они всегда были. Нетипичные славянские брови для блондинки, да. У меня брови жесткие, как будто как у брюнетки, но они светлого цвета. И это моя генетика у моего папы. У него кудрявые, белые, блондинистые жесткие волосы. Прям просто пружина, понимаете. У меня вот здесь волосы тоненькие, мягенькие, а на бровях они прям очень жесткие. И так вот, и вот где-то год назад стало очень-очень модно, популярно вот эти лохматые норковые бровки, ламинирование бровей. Я обратилась в салон за подобной услугой, проконсультировалась у мастера. Мне сделала подруга, сказала, как классно, давай, тебе тоже надо, тебе понравится. Я подумала, я вообще за все попробовать, я люблю всякие новинки там в уходе, в каких-то тенденциях, в макияжах, в каких-то средствах, в каких-то, я не знаю, массажах. Ну, все вы поняли, короче, я не против какие-то бьюти-новинки на себе попробовать. Вот такая процедура появилась, думаю, ну, что бы и нет, собственно, сходим попробуем. Мне нравилось, как на фотках это красиво выглядит, что это долгое время, что такое, кто не знает, ламинирование бровей, это долговременная укладка ваших бровей. Проще говоря, это химка. Пришла я в салон, и мне мастер говорит, да, вам это то, что нужно, у вас брови длинные, густые, плохо управляемые, подаются плохо укладки, не держат их даже всякие там вот для бровей средства фиксирующие, потому что они очень жесткие, и они кудряются, прикиньте, да, как они, кудрявые брови, это жесть вообще, да, они все такие вот, как по-русски коверджи, короче, закрученные. Ну, короче, мне сделали, мне очень понравилось, все, я, конечно же, единственный, кстати, мастер из тех, у кого я бывала, который мне дал совет о том, что надо брови, через 4 там дня, когда процедура прошла, желательно за ними ухаживать, мазать их маслом. Я, естественно, все это всегда делаю. Я, короче, она, я говорю, а как часто делать-то? Она говорит, ну, у всех по-разному, ну, короче, где-то там раз в месяц нормально будет. Я начала делать раз в месяц, я ходила на ту процедуру, потом я узнала, что можно это делать, есть наборы для ламинирования бровей в домашних условиях я делала ламинирование, в итоге я делала дома. Когда лень, я ходила к мастеру, когда было время дома вечерком, в общем, вспомню, о, блин, можно было это сделать. И раз в месяц в среднем, чуть, может, раз в месяц, там, одну недельку-две я это делала. Каково же было мое удивление последствия этих процедур? Естественно, я сразу поняла, что это, ну, несколько месяцев, первых, было нормально, было все идеально. А потом в один момент мне подружка моя сказала, вот сейчас правильно, все в порядке, вот, которая пошла, я меня в этой процедуре рассказала, которая до меня сделала. Я говорю, ну, говорю, как-то, говорю, что-то не очень, говорю, мне стало их так трудно укладывать, они, говорят, такие жесткие стали. Она говорит, блин, говорит, я чуть не облысела, у меня, говорит, брови выпадывают, это какой-то капец. Когда я начала присматриваться к своим бровям, я поняла, реально, вот я расчесываю брови, раз волосинка отпала, они стали не просто отпадывать, а ломаться. Причем, где они сломались, вот эти пеньки остаются, новые неплохо растут, луковицы, но волосы, которые были отрочены, то есть они пережглись, перегорели вот этим химическим составом, и они ломаются очень легко. Как бы и вы, прикиньте, вот если логически подумать, как бы вы на волосы делали химку каждый месяц. Прикиньте, что с волосами, это просто не то, что пакли, это, блин, вот проволока вот так вот торчала, честное слово. У меня стали крайне жесткие брови, когда последний раз я была у мастера, месяц назад, она мне сказала, боже, я встречаю первый раз девушку, у которой славянские эти внешности, светлые волосы, а брови жесткие, как, блин, не у всех турчанок такое будет, я была просто в шоке, как вы их укладываете, как вам типа тяжело, я говорю, ну вот, я не стала рассказать, что это из-за там процедур, но она даже, кстати, этого и не поняла. Ну, такой вот мастер иначе оказался. Я ей задала вопрос, кстати, тогда, как, почему, говорю, после процедуры волосы либо отпадывают, либо становятся жесткими, и какие-то залысины реально когда ломаются, волосы стали гораздо реже у меня, они были очень лохматые, а стали они просто очень-очень редкими, потому что выпадывают. Она мне сказала, ой, он знает, там же есть финишный состав, который 24 часа, ну масло, короче говоря, не до конца держали этот состав, и либо мастер вам неправильно до этого делал и передерживал состав ламинирования сам, собственно, вот эту химку. Но, если меньше брать время выдержания этого средства, то они такой жесткий волос не берут. Волос остается вот в своем направлении, то есть уменьшить время процедуры воздействия химического этого элемента на сам волос, эффект будет не таким хорошим, либо он будет, но не таким долгим, ну, короче, там, на чуть-чуть совсем, на недельку, на две, потом все. Самое-то, что ужасное, когда ты делаешь, все в порядке первое время, хватает на, ну, на неделю мне уже хватает, на полторы, потом просто нерезко, учитывая, что я их постоянно мажу маслом, каждый вечер, все, я это придерживаюсь ухода, я не филоню. Они потом начинаются, как ежик, во все стороны, и вообще их не уложь, и они тут же начинают быстро-быстро закручиваться. Вот моя проблема личная, это закручивание этих бровей волос, они просто не поддаются их. Либо как-то подстригать вот этот закрученный вариант, потому что они очень длинные, когда мастера говорят, ой, нельзя ни в коем месте, мастера делают, кто разрешает, допускает коррекцию, чуть-чуть где-то подстричь, ну, это типа брови здесь, понимаете, если брови лохматые, восточные, как-то там где-то не подстрижешь, там, так тоже не получится все уложить красиво, такие когда кусты-кустарники, вот у меня больше к этому варианту кусты-кустарники. Есть бровисты, которые говорят, что ни в коем случае подстригать нельзя, нарушается там арка, вид бровей и все такое прочее. И вот они у меня становятся такими кудрявыми, закрученными, и они реально вот так, всяко-разно, во все разные стороны растут, что при укладывании не вот так вот все, прикиньте, что не подстричь что-то, краешек, сделать форму просто невозможно, они не ложатся, такие они стали жесткие. Я, конечно, офигела, но когда начала копаться на форумах, читать отзывы, вообще, что девочки пишут, я думаю, что же я, дурочка-то, раньше этого не узнавала, не читала. Главные последствия-то просто можно остаться без бровей, настолько это все это пережечь, засушить, что ваши брови нафиг отвалятся. Выпадают частями, кусочками и становятся более лысыми проплешины, которые чаще нужно замазывать какими-то средствами, не знаю, там, карандашом вы закрашиваете, тенями чем-то, вы пользуетесь, да? Я помадкой для бровей, вот самый такой вариант нормальный. Короче говоря, брови становятся лысыми, жесткими, хуже поддаются укладке, то есть они становятся послушными только на тот момент, пока вот недельку держится ваша вот эта фиксация ламинирования бровей. Я вот к тому призываю девочкой, а оно того стоит. А кто-то делает ламинирование на ресницы. А у меня подружка тоже делала, она фактически без ресницы осталась. Они стали реже, тоже выпадывали, сушились. Естественно, слава богу, ресницы растут заново потом, да, со временем. Но у нее настолько где-то за полгода регулярного вот этой процедуры стало так, что у нее реснички многие пообломались, повыпадывали, они стали очень жидкие, их практически стало не видно, хотя она брюнет, какой-нибудь черный волос. И они такие жидкие и стали очень-очень короткие. Она их красила тушью, раньше было тушью на краше красят, там, до брови достает, а теперь полсантиметрика маленького торчит. Вот такие обрубочки торчать стали, пенечки вот эти отрастали. Ну, это просто жесть. Я к тому, что призываю, может, я ни в коем случае не претендую на звание станции, я права, и я вообще не мастер в этом плане. Я человек, который это прошел, увидит результаты вот такие. Если бы это делал, знаете, неправильно один мастер, ну, мне делали много разных мастеров, очень много, все как-то чуть-чуть по-разному, а эффект один и тот же. Ну, как бы, блин, надо, я, конечно, понимаю, что если мастера будут рассказывать правду, то им станет меньше клиентов, меньше дохода будет, да? Ну, блин, надо как-то предупреждать, не всем это подходит. Это на жесткий волос, на там, в лохматые брови. У кого три волосинки, вам это вообще не надо, вы их потеряете. У кого в брови жидкие, там, вообще ничего, собственно, закреплять. Такого волосы мягкие, вам это тоже не нужно. О вот этих противопоказаниях, о подводных камнях вообще никто не говорит. Я прихожу к выводу, что скоро это станет немодным. Все волосы поотвалятся, кто-то делал регулярно, например, как я. И все будут, что-то новенькое появится в индустрии, что-то там, какое-то другое вид оформления. Это оформление химическое ваше брови, воздействие на ваш волос. Просто это истончение, это опасно, это не просто так красиво. За любую красоту надо платить не только денежкой у мастера, но и, собственно, последствиями. У меня, слава богу, есть чему выпадать. У меня нормально лохматые брови, мне их не особо жалко. Но просто приятного мало, короче говоря. Знаете, о последствиях я вас предупредила. Мягкие волосы, их немного жидкие, поддающиеся. Не надо, это процедура не для вас. Это только для густых супер лохматых, у кого в достатке волос, кто не боится их потерять, что они станут пореже, полысеют. Тогда можно попробовать несколько раз делать. Но, честно, лучше вообще не начинать. Потому что ты на это подсаживаешься, и в итоге они потом такие становятся сухие во всю сторону пучками, и уже без ламинирования ты не можешь справиться со своими бровями. Девочки, пишите в комментариях, кто какими-то такими процедурами пользуется, которые, казались бы, распиаренные, классно, круто, популярные очень. Хороший отзыв. На самом деле, там есть подводные камни, это не так безвредно и безопасно, на самом деле, как оно есть. Жду ваших комментариев. Скоро увидимся. Всем пока.